Челябинец пытался продать съемную двушку, которую арендовал по чужому паспорту. Сделку он хотел провернуть вместе с незнакомой женщиной. Дама вела социальный образ жизни, терять ей, видимо, было нечего. И она согласилась на аферу. Все произошло в Самарской области. Мошенником оказался 39-летний Челябинец. По чужому паспорту за 26 тысяч рублей он снял двухкомнатную квартиру. После того, как хозяйка жилья отдала ему ключи, он выставил жилплощадь в интернете на продажу. А вы включаете единственный сотрудник? Нет, я один. Один? То есть там никаких у вас этих нету, да? Наленьких. Когда нашелся покупатель, аферист разыграл перед ним спектакль. Привел подельницу, которую выдал за собственницу двушки. Для дамы купил новую одежду и сделал паспорт с фотографией на имя настоящей собственницы квартиры. Подельнице, актрисе, мужчина заплатил 400 рублей. А сам продать чужую двухкомнатную квартиру пытался за 4 миллиона. То есть, если что, мы полтинничек еще подвинем за наличкой, скажем. Чтобы ни с апотеками, ни с этими дозами не связываться. Я займусь там, найду, займу. Да, я не буду обещать это. Вечером созвонимся, с женой поговорим. Вот только объявление о продаже увидела собственница. Полицейские пришли на очередную встречу по продаже жилья под видом покупателей. И задержали афериста. Сейчас мошенник в ожидании суда. Продолжение следует...